Друзья, привет! Вы смотрите Фанбокс, это телеканал ТНТ Мьюзик и наша программа о хороших людях и молодежной культуре 21 века. Да, друзья, наступило лето, а лето, время перемен и наша программа тоже меняется. Ну, кое-что остается неизменным. И с вами, как обычно, Влада Голвер, Глеб Болелов и Влад Богданов. Ну что, я думаю, что наши зрители с первого раза, конечно, не поймут, в чем будут наши изменения, но со временем обещаем, что мы сильно изменимся. Полюбас! Друзья, мы приехали на трехгорную мануфактуру. Это фестиваль Old School Show. В общем, фестиваль американских машин, всякие хот-роды, красивые красавицы и красотки. Это я не только сейчас про нас, в общем, будет на что посмотреть. Но, Глеб Боан, прав у меня нет. О тачках, я знаю, ровным счетом ничего, поэтому кайфанешь сегодня, мне кажется, только ты. Слушай, ну, я думаю, после посещения этой выставки ты просто обязан будешь заморочиться, хотя бы начать учить правила дорожного движения. Ты же только что приехал из Штатов, ты же там, наверное, такого много смотрелся. Слушай, я был в Нью-Йорке, и ретро-тачками этот город не славится, поэтому сегодня и мне все будет в новинку. То есть, получается, американские тачки нашли тебя здесь, в Москве. В каком-то роде, да. А вот и они. Уже второй год подряд в Москве проходит выставка, посвященная культуре авто и мотоиндустрии «Олд Скул Шоу». Здесь тебя моментально окружает огромное количество классных людей, музыка, вкусная еда, различные активности и, конечно, ретро-автомобили. Смотри, Владос, насколько старый автомобиль, вот номер «Ч», буква «Ч» уже не может использоваться. Я об этом не знал. Около 100 уникальных машин из частных коллекций и 50 культовых мотоциклов. Редкие модели, признанные на мировом уровне. Показать вам хочется как можно больше всего, поэтому мы с Глебом решили разделиться. Друзья, мы здесь подумали с Владом, ведь если мы разделимся, мы будем значительно полезнее, в два раза полезнее, наберем больше интересной информации. Поэтому мы посвящались и решили, что я найду самую дорогую здесь машину, а Влад найдет самую старую. Глебан, мне кажется, самый старый сегодня ты, поэтому ищи тачку соответствующую, а я найду самую дорогую. Типа, то есть я старый, а ты дорогой, да? Ну, типа, как бы, окей. Ну, мне кажется, все понятно. Так как я не особо разбираюсь в автомобилях, я решил загуглить самую дорогую ретро-тачку. И вот Гугл мне выдает, что это Феррари, который продан на торгах за 38 миллионов 115 тысяч долларов. Я не знаю, есть ли здесь что-то подобное. Ребят, привет. Привет. А можно узнать, что это за автомобиль у вас? Это автопресса 10. Ага, а сколько его цена приблизительно? Сложно сказать. Ну, примерно хотя бы. Ну, примерно, растаможка такого автомобиля будет ториться только около 3,5 миллионов. Чтобы официально завести. Без цены автомобиля. Ага, в общем, 3 миллиона. Ориентировал, что-то ориентировал. Ага, все, спасибо. 3 миллиона. Что-то уже есть. Но что-то мне бы сказали, что это не самый дорогой автомобиль, который здесь представлен. Ну что, моя задача найти самый старый автомобиль здесь, на этой выставке. И как бы поступили многие из вас, начали бы искать самую ржавую машину. Но здесь, в общем, картина выглядит иначе, потому что это все коллекционные машины. Они все чистенькие, свеженькие, выкрашенные. Поэтому на глаз, в общем, не определишь, но мы попытаемся. Ребята, а можно спросить у вас, вот здесь вот примерно каких годов? Черный вот тот он имеет в виду, с белой крышей. Это с 61-го года, да? Да. А все вот эти в основном автомобили, это 70-е, 80-е, да? 70-е здесь представлены. Вот самый старый зеленый. Если брать вот эту всю площадь, самый старый Pontiac, 68-й год. Ну, деревянный салончик красивый. В этих машинах переднее сидение, оно сделано целиком. Здесь можно ездить втроем. Так, подожди, смотри. Пойдем, пойдем, вот это какая-то старая тачка. Я не знаю, просто я вообще, если честно, не очень разбираюсь в тачках. Я ищу здесь самый дорогой автомобиль. Точно не эти. Точно не эти. За 10? За 10 чего? Миллионов. 10 миллионов рублей. Однако с первого взгляда ты действительно не узнаешь, дорогое это авто или нет. Как выяснилось, определяющими здесь являются очень много факторов. Здесь, это же культура старой школы, здесь не всегда про деньги. Это больше про душу, про настоящесть. Ага. Ребята, шериф и сотрудник скорой помощи предложили мне 10 миллионов рублей за этот фургончик. Как ты считаешь? Ну вот, понимаешь, то есть каждый может дать свою цену и я думаю, что цена очень сильно зависит от того, хочет владелец ее продать или нет. Мы просто ищем самый старый автомобиль, какого года это? 49-й. 49-й год. На ходу? Ну, вообще да, но на хреновом. 4 года уже делаю, вдвоем со своей девушкой. А у меня, кстати, девушка сварщица. То есть мы вдвоем пытались научиться варить. Она, у нее получилось, у тебя нет. У нее получилось лучше, чем у меня, болгарки она боится, я, короче, пилю, а она варит. Мотор, это тоже все оригинал, да? Это шевраля. 4,3, 4 раза снимал, стоял, чтобы подогнать его, хоть как-то, чтобы он вставал. То есть весь крепеж все я сам переделал. Там сзади все переделано, чтобы она ложилась. Катафалк настоящий. А какого года не подскажешь? 85-й. 85-й, да? Это реально катафалк? Да. Офигеть. Полежать не очень. Ну, она еще в процессе реставрации. То есть здесь работа очень-очень много. Не стрёмно так на такой автомобиль ездить, когда там столько трупов, наверное, перевозили? Жить вообще стрёмно. Полицейская машина, я даже знаю, чья это. Сэр, можно обратиться к вам? Ваша наверняка, да? А какого года? 75-го. Уезжая в город на таком автомобиле, наверное, событие для всех людей. Начинается вакханалие, подрезание, там, человек едет там на машине, смартфон вот и смотрит, и он в меня. Я уезжаю, а они в меня едут. В тачках я особо не разбираюсь, но я точно знаю, что такие фургоны это типичные автомобили грабителей банков из голливудских фильмов, поэтому, возможно, в какой-то из них лежит клад, и она автоматически становится самой дорогой. А если серьёзно, то всё перед моими глазами выглядит максимально дорого, стильно и необычно. Если честно, я даже немного растерялся. На самом деле у меня максимально разбегаются глаза, потому что ты не понимаешь, как должна выглядеть самая дорогая тачка. Возможно, она самая тюнингованная, возможно, она самая старая, тем самым я выполню работу Глеба, найдя здесь самую старую тачку. В общем, мне кажется, мне посложнее задача выпала. А на заводе, да, всё как-то вещь, у всего есть цена, да? Когда ты сидишь в гараже, сам делаешь и тратишь свою, грубо говоря, жизнь, ты же не можешь оценить свою жизнь. Вот. Дружище, а не ваш автомобиль, нет? А не знаешь, какого это года? 20 какого-то. А вот в таком автомобиле, по-моему, фунтик ездил. Да, Димон, по-любому смотрел же это. Потому что, потому что. А-а-а, да ладно, вот всё, логово старых автомобилей. Здесь даже пахнет стариной. Теперь нам надо найти кого-нибудь похожего на обладателя этих автомобилей. Я знаю, кто нам поможет с определением даты этих машин. В этом году на выставку приехал Вуду Ларри. Этот человек широко известен в мире кастомизации автомобилей. И наверняка сможет ответить на мой вопрос. Мэн, я уже 40 лет занимаюсь автомобилями. Сейчас мне 55. Блин, обожаю все эти штуки операторские. Чувак идёт, а картинка плавная. Вообще огонь. Скажи, какой самый старый автомобиль здесь? Так, смотри, это 32-го года. Но вот это старше, это 28-й год. На них гоняли по замёрзшим озёрам. Вот видишь шипы? Да, это точно самое старое тут. Но я хочу рассказать, зачем сюда приехал. Мы тут делаем из этой машины лоурайдер. 10 сантиметров отсюда отрезали, где-то 12 оттуда. Это моя первая русская тачка. Ну что, друзья, моя чуйка меня не подвела. Ай, да, действительно, это самый старый автомобиль здесь. Дата производства примерно 1928-й год. У неё просят 5,5 миллионов. 5 миллионов. 5,5 миллионов. 5,5. Билэйр 57-го года. Хардтоп-купе. Выполнен в стиле Растамот и максимально усовершенствован технически. То есть выглядит эта машина как старая, но в использовании ничем не уступит современным. Ну, очень дорого, конечно, всё внутри. И хочется прям открыть крышу, выехать на набережную Лос-Анджелеса, включить музычку. В общем, роскошь. Кажется, я понимаю владельцев. Смотрится это всё очень впечатляюще. 5 миллионов рублей. Неплохая цена на автомобиль для души. Может начать копить? Или что-то я размечтался. Спасибо. Но в любом случае позволить я могу себе здесь только что-то из еды, поэтому лучше займусь более привычным и приятным для себя делом. Пойду поем. Друзья, это фанбокс. Мы продолжаем. И я считаю, что с приходом тёплых дней нельзя терять ни минуты. Поэтому ловите мой гайд, как круто и с пользой провести один жаркий летний день в Москве. А ты погоду смотрела? Итак, первое, с чего реально стоит начать жаркий летний день, это вейкборд. Просыпайтесь пораньше и отправляйтесь в сторону района Строгино. Здесь, на Москве реке, расположились несколько спотов для катания на вейке. И если вы никогда это не пробовали, то сейчас самое время. Ведь что может быть лучше, чем фан, прохладная вода в жару и фитнес одновременно? Хорошо взбодрившись, отправляйтесь оккультуриваться. В Москве еженедельно открываются интереснейшие интерактивные и мультимедийные выставки. В различных галереях и арт-пространствах, где можно не только посмотреть, но и потрогать, повеселиться и найти пищу для размышлений. Поверьте, выбрать реально есть из чего. В списке «Мозду лета» потанцевать прямо на улице и совершенно этого не стесняться. Каждую среду и субботу на Пушкинской и Фрунзенской набережных собираются профессионалы и любители, чтобы покружить на одной из красивейших локаций в Москве. Кстати, мы с Владом уже вышли на улицы города, так что присоединяйтесь. После танцев отправляйтесь вкусно и красиво поужинать на одном из модных городских фудмаркетов. За последние несколько лет в Москве открылось несколько крутых мест, где на одной локации можно найти блюдо на любой вкус. Здесь соседствуют азиатская, греческая, мексиканская, грузинская и многие другие кухни. Ну и завершите свой день на концерте, набирающих популярность фрешменов. Успейте это сделать, пока молодые перспективные музыканты играют на небольших уютных площадках. Помимо того, это отличная возможность открыть для себя что-то новое и поддержать молодую кровь.